Вы живете в Вашингтоне. У вас есть возможность анализировать политику США относительно Украины. Какие вы видите ближайшие шаги Вашингтона относительно Украины и процесса ее реформирования? На самом деле сейчас есть достаточно важный момент, потому что вот сейчас за следующие два месяца в Конгрессе в США идет процесс бюджета. И в этом бюджете, конечно, записаны многие поддержки для Украины, финансирование, военная поддержка. Но, к сожалению, что мы видим, это что администрация президента Обамы не видит Украину, не видит даже Россию как важного врага для США. На самом деле я не думаю, что это поменяется в ближайшее время. Когда будет новый президент, этого нового президента, его или ее политика будет гораздо другая, внешняя политика связи с Украиной и Россией. Она будет более строгая, а демократическая партия или республиканская партия нам дает такого типа показателей. Конечно, было бы лучше, если президент Обама собрался приехать в Киев. Он здесь никогда не был, со временем Майдана, за все время его администрация ни разу не приехал сюда. Это бы, конечно, показало, что США все-таки поддерживает демократическое движение в Украине, поддерживает государство. Но на самом деле я не знаю, если это будет или нет. Какие угрозы для Украины несет замороженный конфликт на востоке страны? Очень большие экономические угрозы. Угрозы — это, может, даже очень сильное слово. Я бы сказала, что мне кажется, что сейчас стратегия России — это заставить Украину взять на себя экономические проблемы ЛНР и ДНР. И это, конечно, для Украины будет очень тяжело, потому что все равно сейчас бюджет очень минимальный. И взять на себя обязанность за вот эти территории сейчас почти невозможно. И я считаю, что украинское государство тоже себя находится в очень тяжелой позиции. Они не могут, с одной стороны, сказать, нет, мы отпускаем эти территории, это уже не Украина. Это, конечно, не популярно в украинском обществе. Но, с другой стороны, взять на себя финансирование этих территорий тоже как-то нереально. Когда-нибудь стабилизация будет между Украиной и Россией. Я тоже считаю, что мало того, что между государством сейчас практически нет отношений, гражданское общество Украины и России должно как-то поддерживать диалог. Потому что все-таки в России ситуация для российского населения и для гражданского общества просто ужасная. И многие россияне об этом знают, об этом пишут. К сожалению, многие из них вынуждены уезжать из страны. Но к этому я считаю, что Украина здесь, где был Майдан, где было успешное гражданское движение демократическое, может даже на самом деле помочь российскому гражданскому обществу понять, как то же самое может случиться. И придет момент в России тоже, когда будет момент открыт для демократического такого движения, как Майдан. Продолжение следует...